Впервые благотворительная акция «Исполни детскую мечту» прошла в 2016 году. За пять лет ее существования более 400 детей с ограниченными возможностями из многодетных и малообеспеченных семей получили новогодние подарки, о которых они мечтали. Дарили и беспроводные наушники, и электрические зубные щетки, и домики, и конструктор лего, и игрушки, и футбол, и футбольный мяч дарили. В общем, много разных совершенно. Вот даже, знаете, у нас фантазии не хватает, на что могут придумать дети. Помогали исполнять детские желания сотрудники администрации, представители служб и организаций округа. Только для общества инвалидов 37 детей уже получили подарки «Исполни детскую мечту». И в соцсетях мы это пишем, размещаем фотографии, благодарим наших благодарителей, которые сделали такие сюрпризы нашим детям. Мы очень благодарны. А дети просто счастливы. Заключительный этап благотворительной акции состоялся в торговом центре «Галерея 9-18». 17 писем мальчишек и девчонок были развешаны на новогодней елке. Снять конверт и исполни детскую мечту мог любой желающий. Александр впервые принимал участие в подобном мероприятии. Просто хочу что-нибудь хорошее сделать для детей. Создавали новогоднее настроение своими музыкальными номерами солисты учреждений культуры и дополнительного образования Ленинского городского округа. «С Новым годом! И несомненно, мы все встречаем самый лучший Новый год! С Новым годом! Их ты не верьте, а счастье воздучит туда ты нам! С Новым годом! Как его встретим, а как его мы встретим, и так же мы его не проведем! Никто не отменял закон бумеранга, который возвращается. И делая добро, конечно же, мы понимаем, что это добро вернется к нам с Торицей. Поэтому, друзья мои, творите добро. А под Новый год ваше простое добро для кого-то способно превратиться в настоящее огромное волшебство. Мне нравится, когда в нашем городском округе проходят такие замечательные акции. И мне кажется, что нужно поддерживать такие идеи, чтобы далее проходили такие же мероприятия. Депутат Совета депутатов Павел Русаков – постоянный участник различных благотворительных марафонов. Он уверен, в преддверии Нового года каждый может стать добрым волшебником. Если каждый человек позаботится в этот период времени об одном, о двух детях, для него это не убудет. Но для ребенка это подарит праздник, но не только праздник, а еще надежду на будущее и веру в добро. Это очень важно. Поэтому давайте вместе дарить детям радость и счастье с наступающим Новым годом. Проект в нашем муниципалитете стал уже хорошей традицией для неравнодушных людей, которые помогают детским мечтам становиться реальностью. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.